Вот уже более 200 лет пьесе Фанвизина «Недроссель», но темы, затрагиваемые в этой пьесе, до сих пор волнуют общество. На актуальной постановке театрокамерная сцена побывала наш корреспондент Наталья Лопатина. С первой же сцены перед зрителями встает живая картина мира, в которой одни люди владеют другими людьми. Главная фигура этого мира – Простакова, властная помещица-самодурка. От нее зависит не только судьба ее слуг, старухи Еремеевой, Тришки, крестьян, но и судьба ее мужа, забитого и запуганного помещика Простакова. Вот какой говна! Тришка, шить изволил! Мешковат немного. Мешковат? Да сам ты мешковат! Умная твоя голова! Совсем ослеп уже? Да в твоих глазах, матушка, мои ничего не видят. Вот каким муженьком наградил меня Господь! Сам не смыслит разуметь, что широко, что узко! В этом я тебе, матушка, и верил, и не верил! Да? Не-не-не! Так верь тому, что я своим холопе потакать не намерена! Води, сударь! И теперь же накажи его! Помещица так привыкла к вседозволенности, что даже с равноправными готова поступать так же, как с крепостными. Простакова хочет насильно выдать родственницу Софью, которая живет у них вот уже полгода, за своего сына Митрофанушку, бездельника-эгоиста. Мать хочет вырастить из него настоящего дворянина. Но так как сама невежа, своими наставлениями делает его только хуже. Ну, давай доску, гарнизонная крыса, задавай, что писать. Вот, ваше благородие, всегда без дела лаяться изволите. Ой, господи, боже мой, ребенок не смей изругать Пафнутича, уж раз гневался. Нет, что вы, я же как русская пословица, собака лает, ветер носит. Ну, давай, давай, задавай свои задачи. Вот, пиши, ваше благородие, шли мы с тобой по дороге, вдвоем. Ну, давай за компанию еще Сидорича возьмем. Трое, значит, нас. Трое. Трое. А, нашли мы, наприклад, триста рублев. Триста. Триста. Ну, и дошло дело до дележу. Вот и сметни, сколько каждому на брата причитается. Единожды ноль, ноль. Единожды три. Что, что? До дележа, что-то я не слушалась. Слушай, мать. Нашли мы триста рублев. Стало быть, надо разделить на троих. Так, друг мой, не верь ты ему. Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми. И не учись этой дурацкой науке, Митрофанушка. Ну, давай следующую задачу. Не Софья привлекает неуча Митрофана, а ее деньги. Девушка получила богатое наследство от своего пожилого дяди Стародума. Самолюбивую Простакову останавливает только сила. Решительное вмешательство возлюбленного Софьи, офицера Милона, случайно оказавшегося в этих местах, предотвращает беду. В конце пьесы зло полностью повержено. Испуганная судом властная барыня, плача, падает на колени и унижаясь, просит пощады. Она лишилась не только своей власти, поместья, но и единственного дорогого ей человека, сына. Митрофанушка ведет себя соответственно своему бездарному воспитанию. Митрофанушка, друг ты мой сердечный. Один ты у меня остался. Да и жизнь, и матушка, как нарезалась. И ты, и ты. Ты неблагодарный. Действие длится более двух часов, но пролетает будто один миг. Здесь сочетается все. Гармоничная игра актеров, идеально подобранные типажи, подчеркнутые актерскими находками. Так, например, отрицательный персонаж Скотинин, у которого в этой жизни лишь одна любовь его свиньи, похрюкивает и не выпускает из рук мягкую игрушку свинью. А то, что два противоположных персонажа подкаблучника Простакова и афериста Вральмана играет один и тот же актер Сергей Шайдаков, понимаешь лишь перед закрытием занавеса. Режиссер спектакля Александр Кудринский не сторонник авангардных постановок, которые так модны ныне. Ему ближе традиционный театр. Не то, что мне неинтересны современные пьесы, нет, они мне интересны, но классика в этом отношении интереснее, глубже, богаче, на мой взгляд. Даже когда я учился в институте уже на режиссуре, то нам всегда говорили, лучше, если уж падать, то с большого коня. Поэтому классика в этом отношении вариант беспроигрышный. Секрет хорошей классической литературы Прост. Классика актуальна всегда. Проходят годы, десятилетия, века. Меняются интересы, взгляды, ценности. Но человеческие пороки все те же – лицемерие, лень, скупость, жажда власти. Вера Мордасова, премьер, в камерной сцене старается не пропускать. Вот и сегодня новая постановка пришлась зрительнице по душе. Очень спектакль своевременный, показывает то, что сейчас у нас происходит. Что хотят российскую науку убрать. И нашим детям, ах, им тяжело, ах, они бедненькие, устали, давайте их не будем этому учить, этому учить. Вот мы видим то, что происходит сейчас. Интересной и познавательной оказалась работа над пьесой. Актриса Наталья Малышева, исполняющая роль няньки Еремеевны, открыла для себя гениальность драматурга Фанвизина. Чтобы глубже вжиться в свой образ, актриса перечитала все дневники и письма Дениса Ивановича. И была поражена, насколько точно автор характеризует Россию через образы своих героев. Еремеевна – это наше вечное состояние. У нас два состояния. Либо, ну уж извините, я начальник, ты дурак. То есть мы кого-то мучаем, либо мы на колени встаем. Перед западным каким-то структурой. Сейчас особенно это очень заметно. Как будто и не было ничего. Не было никакой культуры, не было никаких традиций. Все сейчас это все эти западные образецы. Кстати, об этом пишет тоже Фанвизина. У него есть письма из Франции. Он говорит о той, в общем-то, пустоте устройства французского, которого мы все хотели перенять. Чего перенять? Есть свои корни, есть свои просторы, есть свои поэты, есть свои ученые. Большую часть зрителей в этот раз составляли школьники. Все их внимание было приковано к сцене. Зал то замирал, то взрывался дружным смехом. Герои очень забавные, они веселят. Исполняют очень веселые роли. И эти роли, они играют, ну, как сказать, интересно. Ну, мне очень понравилось. Очень эмоциональный спектакль. Ну, на какие-то крылатые выражения, фразы, вот, они реагировали хорошо. Думаю, что они для себя что-то, конечно, возьмут. Хочется надеяться, что этим что-то будет главная заповедь автора. Оставаться человеком, несмотря ни на какие жизненные ситуации. Наталья Лопатина, Алексей Бойко, Михаил Жуков для программы «Акцент». Продолжение следует...